Вы общаться с нашими следующими гостями. У нас марафон идет из часа в час, завершается еще один очередной час нашего марафона. И сейчас мы будем говорить с руководителем Центра общественного наблюдения Надеждой Рожковой, а также с нами в студии Ирина Борисова, руководитель группы подготовки координации наблюдателей. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Надежда Петровна, позвольте вам первый задать вопрос. Скажите, пожалуйста, какая задача стояла перед Центром общественного наблюдения и удалось ли ее реализовать? Центр, прежде всего, был организован для того, чтобы была возможность в едином месте собрать наблюдателей от партии, общественных наблюдателей, средства массовой информации, блогеров и возможность получать информацию быстро, потому что вы видите, Центр оснащен очень качественно, хорошей техникой и возможность наблюдателям видеть три дня в прямом режиме девиза все, что происходит на участках Белгородской области. Я сегодня уже говорила, что 471 участок был подключен здесь и картинки, которые менялись каждые 15 секунд давали возможность увидеть абсолютно достаточно картину объективную и остальные участки, которые были под камерами три дня. И это возможно сейчас, когда уже закрыты участки, посмотреть, если вдруг кого-то что-то заинтересовало или кто-то чем-то был неудовлетворен. Но, как показала сегодняшняя ситуация, на конец этого дня у нас нарушений не зафиксировано. И я думаю, что и Центр в этом сыграл тоже свою большую роль. Это было легитимно, это было прозрачно, это было с постоянным контролем. Это чувствовали и наши избиратели, это чувствовали все, кто находился и здесь, в Центре общественного доступа, и те, кто работал на избирательных участках. Я думаю, что Центр свою задачу выполнил вполне эффективно и достойно. Надежда Петровна, а поделитесь секретом, что было самым сложным в организации работы Центра? Я думаю, это возможность всем наблюдателям, которые приходили сюда, не мешая друг другу, имея возможность работать на своем рабочем месте, смотреть, как происходит избирательный процесс. Я думаю, что после первого дня, когда немножко были такие ситуации, друг к другу люди присматривались, но потом я посмотрела, как замечательно можно, уважая друг друга в таких комфортных условиях, выполнять свою миссию, стремиться к своей цели от партии, от общественной организации, от общественной палаты, выполнять роль наблюдателя, не мешая, не конфликтуя, видя, что все в общем-то в рамках закона. Я думаю, что вот это было самое главное и, может быть, не сложное, но то, к чему мы стремились. Ирина Александровна, Вы руководили подготовкой наблюдателей. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, отличаются ли наблюдатели этого политического сезона от предыдущих? Вы знаете, мне, конечно, как руководителю процесса обучения хотелось бы сказать «да», однозначно. Но для того, чтобы не получилось так, как будто я хвалю работу нашей команды самостоятельно, мне хотелось бы привести слова наших гостей, которые посетили наш регион. У нас был электоральный эксперт, приезжал к нам, да, приезжал к нам член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. И вот с ними мы не только находились в этом центре общественного наблюдения, но и выезжали на избирательные участки в разные районы нашего региона. Я хочу сказать, что очень был важен тот момент, когда подчеркивали высокий уровень грамотности, высокий уровень понимания своих функций у наших общественных наблюдателей. И в целом все то, что происходило на избирательных участках, насколько во взаимодействии, в содружестве работали наблюдатели, это было очень высоко отмечено. А вообще, если мы говорим об обучении наблюдателей, то, наверное, это было беспрецедентное по своей практике такое обучение. Дело в том, что было очень важно, как раз вот вы задавали Надежде Петровне, мы задавали вопрос своим экспертам, трехдневное голосование, что это значит, хорошо это или плохо. Вот нужно было объяснить в первую очередь общественным наблюдателям. Ведь они, это кто? Это люди, представленные обществом, люди, которых выдвинула общественная палата региона, общественная палата районов. Это те люди, которые являются носителями информации для своих земляков. И вот тот факт, что наши общественные наблюдатели прекрасно понимали, для чего три дня голосуем. Вот тот факт, что люди понимали важность, открытости, прозрачности избирательного процесса, легитимности. Тот факт, что наши общественные наблюдатели были подкованы, они знали и законодательную базу, они обладали психологией, пониманием психологии ситуации, они обладали пониманием того, как они должны вообще начать свой день, как общественные наблюдатели. Что нужно было сообщить своим землякам, я иду на избирательный участок. Я буду показывать, каким образом проходят у нас выборы. И я считаю, что да, мы свои цели достигли. Потому что в какой бы маленький поселок или в большом городе мы не приезжали с нашими электоральными экспертами, мы везде видели и наблюдателей от общественной палаты, и наблюдателей от партий. И вы знаете, они были очень мирными, добрыми, и все работали именно в содружестве. И это очень важный момент. Ирина Александровна, три дня голосования, это не один день, это в три раза увеличенная работа. Концентрация внимания, концентрация ума, физическая концентрация. Совершенно верно. Наблюдатели не устали, не притупилось ли их внимание, не ослабилась ли работа к третьему дню голосования? Вы их готовили? Готовили ли вы их к этому? Наверное, готовили. А все-таки как получилось на самом деле? Безусловно, мы готовили, безусловно, мы рассказывали, в том числе, каким образом сбрасывать вот это напряжение психологическое, да? Что вы не обязаны сидеть как пригвожденные вот к тому месту, которое указал председатель избирательной комиссии. Вы имеете право и расслабиться, и пройтись, и вы даже задавали мне, знаете, такой смешной вопрос. А если рядом сидят наблюдатели от общественной палаты и представители других партий, мы можем разговаривать? Я говорю, ну, конечно, господа, конечно, можно разговаривать. Это тоже, понимаете, создание вот такого вот нормального человеческого общения, это тоже очень важный фактор. Ну, а то, что нагрузка была большая, да, она была большая. Но это важная нагрузка. Мы понимаем прекрасно, что сейчас решается судьба региона, решается судьба страны. И очень важно, что люди, которые наблюдали за этим процессом, это люди, которые были подготовлены. Я понимаю, что вот мы-то привязаны, можно сказать, и очень активно работаем на этих выборах. Скажите, вам-то удалось проголосовать? Потому что фактически должны были все время быть в центре. Когда вы нашли для этого время? Я надеюсь, что все-таки вы проголосовали, да? Безусловно, я не имела права, просто-напросто морального права какие-то давать результаты, да, как-то мониторить, если бы я не выставила, в том числе в социальных сетях, свою фотографию. Рассказывайте, когда? Как находили время? В обеденный перерыв я попросила 20 минут, благо мой избирательный участок рядышком. Бежать недалеко было? Да, я проголосовала, сразу же выступила эту информацию в социальных сетях и вернулась в Центр общественного наблюдения. Я хочу сказать, что вот это техническое оснащение, вот тот новый формат, в котором мы работаем, действительно, когда ты можешь вернуться, посмотреть какие-то материалы, когда ты можешь обсудить со своими коллегами, что было в тот момент, когда мы все живые люди, да, ты имеешь право выйти, взять кофе, да, и вернуться назад, посмотреть. Я вот, допустим, выходила еще один раз, вам открою секрет, ну, потому что я вошла утром, и было светло, да, сейчас уже темно. И парк, в котором мы находимся, да, он преобразился и загорелся огоньками. То есть это вот тот момент, когда ты и сам понимаешь, что ничего не пройдет мимо твоего внимания, внимания коллег, внимания наблюдателей от партии, внимания наблюдателей от общественных организаций, от общественной палаты, и в том числе от наших электоральных экспертов, которые я очень хочу подчеркнуть. Я хочу, чтобы они, если меня видят сейчас, передать им привет и сказать, что мы рады будем вас видеть, и еще раз покажем, что все, что мы делаем, мы делаем качественно. Надежда Петровна, как вы голосовали? Я голосовала в субботу, в средний день, потому что пятница была, ну, очень занята, поэтому мой день был выбран не случайно. Я проголосовала на своем избирательном участке рядом с домом, и хочу сказать, что вся моя семья и моя 91-летняя мама, мы ходили... для нас это традиция семейная, поэтому мы ходим на выборы, голосуем. Это, скажем так, и воля изъявления, и наш гражданский долг, и в то же время, вы знаете, это такое все равно праздничное настроение. Это возможность, скажем так, наверное, утвердить, и я думаю, что во многих семьях, да, вот такую традицию, прийти с семьей на выборы, проголосовать, и я думаю, что это воспитание абсолютно должно быть в семье, и должна передаваться хорошая традиция. Вот скажите, пожалуйста, мы на протяжении нескольких дней очень часто говорили о том,